приветствую всех любителей дюны с вами липецк канал ром хак продолжим изучать последнюю сборку для хаков сегодняшний момент версия r73 б напомню что это не готовый ром хак это всего лишь заготовка а начинку делаете вы вы можете редактировать миссии ландшафты некоторые картинки некоторые данные и прошлый раз я недостаточно раскрыл такой параметр как регион colors цвет региона на карте регион это участок на карте которая появляется перед миссией и как когда карта осыпается так ну давайте посмотрим вот наша сборка этот файл находится в папке миск вот регион так есть и вот эти данные 1 палет из ту юзы первая таблица вот она здесь 4 значения для каждой миссии за каждый дом харкона на атрида сардосы фрименс ордукары 4 потому что одновременно на карте мор могут быть только четыре цвета отобразится есть такое ограничение и комбинируя различным образом эти цвета вы можете закрашивать разными цветами куски карты зависимости от сюжета вашей миссии ну здесь я немного уточнил комментарий написал что цвет дома значит у земли нулевой стоит у харкона на единицу отрезаться в 2 ордосов 3 сардукаров 4 фрименов 5 для наглядности есть такой вот рисунок который я сделал здесь все будет понятно вот такой вот рисунок и что мы здесь видим здесь вот указаны вот эти белые цифры это номер куска на карте от 0 до 9 идет нумерация и отдельно к цвета вот земля харкона единица 3 до 2 ордос 3 сардукар 4 сиреневый и фримен то есть вот этот нулевой кусок закрашен харконовским цветом красным у нас это первая миссия за трейдосов так ищем ли она здесь вот вот и что у нас здесь используется 0 это то есть пустой участок земля и 123 соответственно харкона отрезаться и ордовский цвет давайте попробуем заменить два цвета на два старых цвета на два новых цвета причем блоки останутся на тех же самых местах закрашены просто они изменят цвет точнее палитру и итак харконовский мы заменим сардукарский то есть единица была четыре ставим так и а три доски 2 он синий мы заменим на фрименский цвет он серый номер пять двойку заменяем пятерку сохраняем и что у нас должно получиться здесь у нас должен получиться фиолетовый цвет здесь должен получиться сердце так ходим компилируем нет ошибок но наш новый ром так загружаем сохранение уже заготовленная у нас миссия за от рейдосов убираем и смотрим здесь у нас как я говорил сиреневый цвет появился сардукарский здесь появился фрименский цвет напомню что одновременно на карте может быть только четыре палитры четыре цвета вот то что было вот то что стало следующее следующий параметр это регион колор цвета регионов и то же самое здесь таблица за разные дома за разные миссии каждый каждое значение имеет свой номер каждый кусок имеет свой номер то есть вот для удобства я здесь комментарий написал что это номер куска то есть вот давайте посмотрим для трейдосов значит нулевой кусок у нас первой миссии единица нулевой кусок первой миссии единица а харкон дальше первый кусок то есть ноль потом один идет первый кусок это пустой участок 0 вот он земля 0 значит следующий второй по счету с нуля это в номер 2 вот он номер 2 и цвет 2 так совпало расположение цвет 2 ну и где у нас находится ордовский кусок то есть у нас на блоке по счету номер восемь и зеленый то есть отчитываем 8 блок и смотрим если там цифра 3 так вот восьмой и вот видим цифра 3 все правильно то есть в этом в этих таблицах мы можем заменять расположение начальных кусков можем делать по нескольку кусков можем их расположение менять ну давайте 6 допустим блок делаем харконовским так вот на 6 блок харконовский цвет 1 значит ставим единицу еще раз напомню что количество цветов должно быть меньше четырех то есть четыре разных набора может только быть если их будет больше то будет неправильно работать у вас это ограничение такое поэтому если вы делаете миссии вы стараетесь не использовать больше четырех цветов скажем земля и три дома и так 6 блок у нас будет харконовский 100 единицу так и давайте зеленые поставим 9 а зеленый ту настройка так 9 тройка так и заменим отель доски блок то есть у нас 2 и давайте его на 7 переставим 2 у нас был нолик и седьмой а цвет 2 отрезки так и что у нас должно получиться вот здесь красный вот здесь красный здесь синий здесь зеленый здесь зеленый здесь земля проверим так компилируем есть так загружаемся компания отрезки и вот мы видим только у нас другой цвет получился так здесь у нас сардукарский а здесь ордовский а здесь фрименский интересно почему так получилось а потому что мы вот здесь с вами перекрасили сейчас мы вернем то что было у нас один то есть как у нас получается за место харконов единиц у нас 4 и за место от рейда сов у нас фримен так возвращаем к исходному состоянию есть все теперь все как мы хотели вернули цвета вот и теперь у нас два блока харконов ских два ордовских один блок от рейда сов то есть грубо говоря вот здесь вы выбираете какие цвета используются какие четыре цвета используются на миссии а а дальше вы выбираете в каких местах эти цвета будут использоваться вот наглядная картинка следующее значение да сразу говорю что скорее всего к моменту выхода этого видео оно уже морально устареет есть попытки написания программы ну я надеюсь она будет полезной вот сейчас я вам покажу то что сейчас есть для наглядности только то есть вот то же самое что я писал но только более наглядно то есть вот эти вот данные вот они вот вот они вот вот те же самые данные то есть 102 102 03 только здесь уже они уже перекрашены в цвета соответствующие то есть с помощью этой программы можно будет заменять более удобным способом но принцип такой значит дальше следующая следующие таблицы данных это последний остающийся кусок который остается после того как остальные куски осыпаются ну на примере харконов наверно покажу то есть опять же здесь по миссия первой миссии первый кусок спайс остается ну по счету начиная с нуля повторюсь с нуля то есть вот этот кусок он остается в харконовской миссии поскольку здесь число кусков 10 а осыпаются 9 каждой миссии один кусок он как бы лишний но не лишний это тот самый кусок который первый то есть допустим у харконовской самый первый кусок это вот этот изначальный который есть с первой же миссии вот он первый кусок нулевой и поэтому он никогда не осыпется естественно на последующих девяти миссиях и поэтому вот здесь вот естественно нуля вы не увидите и то же самое с другими домами обязательно будет такой кусок который пропущен потому что это тот самый кусок как бы стартовый кусок поэтому здесь 9 значений так значит изначально в первой миссии вот этот первый кусок остается так первый то есть это с нуля если считать это нулевой кусок вот первый значит вот этот кусок останется в первой миссии за харконов давайте продемонстрируем так аркона так вот этот кусок должен остаться смотрим да так и есть этот кусок остался надо его давайте его изменим значит ну какой кусок лучше взять так давайте вот этот же кусок и сделаем чтобы он остался то есть свой же свой же кусок на первой миссии чтобы он остался нулевой в оригинале такого нет конечно сохраняем не забываем компилировать после каждого сохранения вот наш новый rom вот посмотрим останется ли вот этот красный самый первый кусок или нет на карте да так и есть он остался ну давайте еще изменим его так ну какой бы лучше кусок изменить на 8 то есть на треугольник вот этот треугольник так вот на этот изменим сохраняем компилируем так так посмотрим останется ли треугольник у нас да так и есть треугольник остался но миссия при этом загружается та же самая первая то есть это не влияет на саму миссию вы изменяете только заставку ну вот этот редактор пока не позволяет редактировать какой блок останется ну вот есть такая закономерность то есть как определить какой блок останется вот в миссии за харконом допустим сравниваете первую миссию и вторую миссию вот после первой миссии у вас количество ваших регионов увеличивается на один регион и вы смотрите ага после этой миссии какой блок будет закрашен вашим то есть и опять же с нуля то есть нулевой первый то есть вот он первый блок закрашивается значит соответственно в первой миссии осыпаться будет ну останется после того как блоки осыпались останется первый блок считая с нуля а следующий блок который останется естественно единицы то есть 0 1 2 то есть следующий блок будет у вас единица вот ну и так далее вот смотрите то есть по дефолту один один два 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 здесь ну и так далее один два четыре сейчас мы посмотрим в данных да вот смотрите ну по дефолту один один 24 и так далее то есть вот на это обращайте внимание и вот все в принципе не сложно если в этом как следует разобраться желаю вам сделать интересных миссий надеюсь они будут не только интересными но и играбельными с интересным сюжетом с интересными заставками увлекательными заданиями напомню что скачать последнюю сборку можете на ему лэнди с вами был липецк удачных вам компаний дюны всем спасибо кому понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и передавайте это видео заинтересованным людям спасибо за внимание